здравствуйте меня зовут гришин тимур владимирович я врач травматолог-ортопед детского медицинского центра sm доктор на улице космонавта волкова сегодня наша тема с вами будет разбор основных детских травм это переломы переломы конечностей верхних и нижних конечностей и оказание при них первой помощи но у детей строение костной системы обуславливает чаще всего повреждения именно конечностей верхних или нижних и по статистике чаще всего повреждаются верхние конечности особенность строения кости у ребенка такова что до определенного момента имеются ростковые зоны при которых кость растет в длину кость детская больше снабжена влагой поэтому является более эластичной и это обуславливает характер переломов чаще всего мы наблюдаем у детей переломы пальцев переломы предплечья одной-двух костей более реже наблюдаем переломы костей голени и переломы костей стопы тяжелые переломы крупных костей как бедренной плечевой кости повреждения грудной клетки позвоночника чаще случается тогда когда происходит какая-то авария травма какое-то экстремальное так сказать падение и так далее а чаще всего мы в быту сталкиваемся с небольшими переломами маленький ребенок начал ходить ударился пальцем стопы особенно когда дети ходят босиком без обуви ударился пальцем стопы гардероб все переломы фаланги ногтевой фаланги чаще всего бывает маленькие дети постоянно что-то пытаются искать что-то пытаются достать поэтому бывают часто падение тяжелых предметов каких-нибудь вазы например там да что-то тяжелой книги или еще что-то со стола на ногу например бывает переломы костей предплюсны плюсны часто дети попадают пальцами в дверные проемы до бывает очень много что ребенку прижали пальчик дверью вот соответственно все это обуславливает вот характеристику травм то есть в основном это более мелкие травмы легко поддающиеся лечению и значит ну бывают какие травмы давайте поговорим что травмы у нас переломы бывают открытые закрытые до закрытые переломы тогда когда кости остаются под мягкими тканями открытые переломы тогда когда острые осколок пробудивает через мягкие ткани разрывают кожу мышцу и вылазить наружу значит ну какая первая помощь при закрытых переломах если произошел какое-то падение до чаще всего это падение откуда-то там со шведской стенки с игровой площадки там с качелей с турника там вот ребенок плохо концентрируется и чаще всего падает там на вытянутую руку при этом происходит перелом или в области локтевого отростка в области костей предплечья или в области костей кисти а что мы делаем прежде всего самое первое самое главное это иммобилизировать конечности то есть создать полный покой создавая полный покой мы освобождаем ребенка от излишнего болевого синдрома успокаиваемся сами принимаем следующее решение это обязательно наложение холода на поврежденный участок зимой это может быть пожалуйста снег лед завернуть в какую-то тряпочку положить не на голое тело желательно через одежду вот летом это может быть любые продукты питания находящиеся в морозильной камере пожалуйста пачка пельменей там замороженная рыба все что угодно да иногда хранятся специальные такие пластиковые контейнеры со льдом там для охлаждения в жаркое лето воды все это годится для того чтобы минут на 20-30 положить на поврежденный участок кожи это снимет отек это замедлит проявление гематомы что дальше обязательно нужно после этого иммобилизировать конечность то есть привязать например если эта рука мы ее должны зафиксировать к телу для этого нам может понадобиться там если есть бинт пожалуйста если есть шарф ну допустим произошло повреждение предплечья да мы видим не всегда мы видим выраженную деформацию при этом конечности мы можем видеть появление отека появление болевого синдрома появление какой-то начальных признаков гематомы значит все что мы можем найти дома например там не знаю какие-то кусок доски какой-то кусок палочки до положили зафиксировали бинтом все у вас уже обездвижена эта часть примотали руку к повесили там допустим на шарф допустим до сделали сделали какую-то повязку положили шарф руку на нее аккуратненько соответственно конечность обездвижена ребенку не больно в этом состоянии дальше мы вызываем скорую помощь или едем самостоятельно в медицинский стационар или в детский травмпункт где уже ребенку оказывать профессиональную помощь если это какие-то мелкие суставы там павли палец поврежден да мы видим там подозреваем перелом пальчика ну возьмите какую-то небольшую шинку любую до положите пальчик возьмите там небольшой бинтик пожалуйста да и все что мы можем сделать в этой ситуации это обездвижить прежде всего поврежденный сегмент при этом обездвиживание должно происходить как выше зоны повреждения так и ниже зоны повреждения для того чтобы у нас не было сгибания в суставах выше и ниже лежащих да все пожалуйста у нас зафиксирован пальчик ребенку менее болезненно в этом состоянии мы можем его транспортировать в травматологический пункт что касается нижних конечностей нижняя конечность находится в состоянии движения это опорная часть нашего тела поэтому здесь должна быть обязательная иммобилизация вы можете поврежденную нижнюю конечность при подозрении на перелом например точно также до зажать какими-то досками под рукой находящимися какими-то палками если это на улице можно какую-то отломать или найти ветку более крепкую от дерева до соответственно уложить конечность лучше это будет с двух сторон соответственно и зафиксировать можно одну ногу примотать к другой ноге соответственно ограничить движение или доставляем пациентов с положение лежа или в положении сидя или же если вдруг есть костыли то соответственно с без нагрузки на больную ногу доставляем с помощью костылей пациента значит при открытых переломах здесь ситуация более сложная но перелом открытый у детей реже гораздо встречаются но если вдруг произошла такая катастрофа у ребенка вдруг произошел открытый перелом вы видите торчащую кость соответственно разрыв мягких тканей всегда сопровождается кровотечением поэтому то что мы должны сделать ограничить движение раз наложить холод 2 все что вы делали прошлый раз и обязательно остановить кровотечение то есть на не трогая торчащую кость не пытаясь ее никуда вправить обязательно сделать или промывание раны или наложить тугую повязку для того чтобы кровотечение остановилась дальше обязательно иммобилизируем ногу или руку да в зависимости от того где произошла травма и обязательно сразу же доставляем пациента в травматологический пункт характер переломов у детей не всегда такой же как у взрослых в связи с тем как я говорил детская кость имеет большое количество влаги и является более эластичным элементом поэтому иногда бывает полное поперечное повреждение кости со смещением отломков не всегда в этой ситуации врачи принимают решение о необходимости репозиции потому что кость детская растет активно в длину и сращение может произойти даже с небольшим смещением отломков которые в последующем не приведет какой-либо костной деформации если же это грубое смещение тогда уже врачи принимают решение о репозиции и дальнейшем фиксации конечности чаще всего переломы у детей происходят по типу зеленой ветви то есть за счет эластичности кости происходит переразгибание при осевой нагрузке и трескается только одна часть надкосницы то есть общая целостность кости остается единой такие переломы достаточно характерны в основном для костей предплечья когда ребенок падает на вытянутую руку ну здесь я попытался изобразить перелом ключицы достаточно тоже явление частое особенно когда дети катаются с гор на санках на тюбингах сегодня очень модных удар плечом в область какого-то жесткого предмета это может быть какая-то ледяная горка это может быть партнер по катанию до подружка друг это может быть дерево когда неграмотно построена трасса и соответственно происходит перелом ключицы но обычно перелом ключицы если он полный его прекрасно заметно даже не профессиональным глазом когда происходит поднятие одной части ключицы относительно другой то есть так называемый синдром клавиши вот и особенно часто у детей происходит так называемые переломы в области зоны роста это называемый эпифизиолиз то есть когда целостность кости не нарушена но в области ростковой зоны где кость растет в длину могут быть элементы смещения вот как я здесь нарисовал то есть это расценивается тоже как перелом подлежит обязательному госпитализации подлежит фиксации иммобилизирующими повязками и поэтому как бы мы всегда обращаем на это внимание то есть такие вещи тоже должны происходить обязательно лечение в условиях стационара в связи с чем потому что это ростковая зона повреждение выраженное повреждение ростковой зоны может привести к задержке или даже к остановке ростик роста кости в длину соответственно мы должны вовремя заподозрить и диагностировать данную ситуацию чтобы сделать правильное лечение в принципе вот это наверное такие основополагающие моменты которые я хотел вам рассказать чтобы вы не пугались чтобы вы могли поступать так сказать правильно грамотно и смело и до врачебную помощь своими руками оказали правильно спасибо за внимание